Почти в каждом районе Псковской области есть свои аномальные зоны. Настоящие загадки для ученых и эзотериков. Одно из таких мест – это камень Добряк. В древних летописях этот камень называется не иначе, как чудодейственный. Старожилы говорят, что камень исполняет желание, если ему поклониться и хорошо попросить. Человек со злыми намерениями и плохой кармой никогда не найдет путь к этому камню. А если и найдет, то поплатится за это. Но если у человека доброе сердце, то камень всегда поможет. По легендам, этот древний камень посещали в свое время Александр Невский, царь Иван Грозный и многие высокопоставленные лица. Говорят, что некоторых российских чиновников тоже видели, возле этого камня. А место здесь воистину удивительное, и оно не для всех. Здесь есть некая тайна, и она открывается только тем, кто знает, как обращаться с чудодейственной силой. Природные силы сами не хотят, чтобы это волшебное место превратилось в место паломничества пьяных, невежественных людей. Поэтому далеко не каждый находит путь к добряку. Есть информация от некоторых экспертов, что камень имеет магнитные и радиационные аномалии. При некотором особенном освещении, например, при свете луны ночью, камень блестит и даже, можно сказать, сверкает, хотя он не состоит из самоцветов. С виду это совсем обычный камень. У каждого своя дорога к камню. И если вам суждено получить помощь именно от добряка, то вы непременно его найдете. Чудо работает только тогда, когда в него верят. А сейчас я загадываю желание. Подхожу к добряку. Кладу монетку. Поплотнее. Вы тоже можете загадать желание, прикоснувшись пальчиком к экрану. Все хорошо. Вот теперь наши с вами желания обязательно исполнятся. Вот такой интересный, удивительный камень. Пока.